Здравствуйте, Любовь. Рада видеть вас в студии. Виктор Николаевич, в должности главы района вы всего лишь месяц, но уже, наверное, успели нащупать больные места, проблемы. Вот расскажите, какие они и как собираетесь их решать? На самом деле проблемы они не за месяц, наверное, стали ясны о входе нашей большой работы, которую мы проделали в ходе избирательной кампании. Все дело в том, что на встречах жителей нашего района, они поднимают проблемы, которые связаны с их жизнью, обеспечением. И эти проблемы с Наринмара, они не так видны. А когда ты садишься в первую поездку, допустим, садишься в самолёт, и ты понимаешь, что есть проблемы с посадкой в самолёт тех, кто нуждается. Это, допустим, инвалиды. Я наблюдал ситуацию, когда у нас в самолёт садилась женщина, она была с костылями. Не было такого, ну, ей помогали, не было инвалидной коляски. И вот вы представляете, когда её стали сажать в вертолёт, оказывается, нет средства, которое бы могло её посадить. Это есть некая такая, это самая трюкступенчатая подставка. И вот мы всеми её старались не уронить. Она была женщина крупного телосложения. И получилось так, что ей это проблемно. Вроде бы у нас есть всё, но вот такие моменты, они становятся как раз видны, когда ты начинаешь осуществлять поездки. Или проблемы, которые поднимают очень много, это с медицинским обеспечением. Приходит в слезах бабушка, говорит о том, что «Виктор Николаевич, как так получается? Я записала всё заранее, да, когда попасть специалисту, когда на следующий день. У меня всё было расписано. И когда у меня вдруг получается проблема не вылета, не по моей вине, потому что авиаотряд, погода нелётная была, я позвонила, рассказала о том, что у меня вот такая проблема, попросила перенести, а приехала и оказалась никому не нужна, потому что мне навстречу не пошли». Это может быть единичный случай, но таких случаев на самом-то деле бывает гораздо больше. Или инвалиды первой группы, которые находятся в муниципалитетах, а им эту группу как установить? Нужно приехать сюда. Проблема? Проблема. Вот таких проблем, начиная от, так скажем, от бытовых и заканчивая проблемами в масштабе округа, их очень много. Естественно, жители шли с этими вопросами. Была у меня такая очень примечательная встреча, когда мне одна жительница сказала, говорит, «Виктор Николаевич, вот вы все тут говорите про проблемы, а вы скажите, а решить-то вы их сможете? Почему мы должны голосовать за вас, поддержать? А решить-то в состоянии?» Вот тогда я сказал, наверное, можно или нет решить ту или иную проблему, нужно сначала встать и постараться что-то решить. Вот. У меня был, у меня опыт есть, да, это самое, у меня два высших образования. У нас сложилась очень хорошая команда, которая пошла на выборы, и я хочу сказать, что они все очень уважаемые, достойные люди, и каждый профессионал в своём деле. И вот с командой, одному, вителю или ину, не решить ничего. А когда есть команда, то тогда можно сделать многое. А жители, я иногда к ним обращаюсь. Это я прошу у вас помощи в решении того или иного вопроса, потому что не всегда хватает возможностей главы администрации. Но если вы мне подсказываете проблемные точки, я, конечно, включаюсь в работу. И на самом деле, вот я заговорил о проблемах, ведь иногда мы сталкиваемся с тем, что люди говорят, а их не слышат. Не всегда это происходит. Но, как правило, отсутствие обратной связи приводит к тому, что у жителей накапливается негатив к любой проблеме, какую бы мы ни взяли. Поэтому для меня очень важно это как раз слышать и уже предметно постараться решать проблемы. Наверное, так. Какие посёлки уже удалось посетить? По посёлкам. Вот я слетал в Харивер, в командировку. Мы летали с Сергеем Григорием Андреевичем, он тоже депутат. И там такой тоже случай был. Мы прилетели в командировку. Вот у нас была встреча с жителями. И один говорит, а зачем вы прилетели? Вы же уже избирались. Мы впервые видим тех, кто после выборов прилетает. На самом-то деле не впервые. Может быть, в этот посёлок впервые прилетели. Но реакция была вот такой. На самом деле мы очень хорошо там поработали и поняли по проблемам, которые, на самом деле, они имеют системную ошибку. Как пример. Вот пришли в гараж, да, нам работники говорят, вот у нас скоро зимник нужно будет открывать, а техника не готова. У нас нет редуктора на этот самый, на Урал. У нас не готово это, не готово это. Они говорят, а почему мы в зиму уходим с ремонтом? Почему мы летом этого сделать не могли? Когда возможность завести легче и всё. Ну, приехал, задаю вопрос. Почему? Мне говорят, будем делать в ноябре. Я говорю, замечательно. Тогда механика отправляйте в ноябре, и пусть он там вместе с теми работниками, да, на морозе восстанавливает технику. Может, тогда появится какой-то, ну... Логический подход. Конечно, да. То есть тогда человек поймёт, что можно это делать летом, после зимы сразу же приготовил, поставил на колодки. И как бы это один случай. Или случай, ну, даже не случай, да, это самый вопиющий факт, это когда у нас ремонт дома культуры. Вроде бы выделены бюджетные средства, Это в Харивере тоже, да? Это всё в Харивере, да. Выделены бюджетные средства, завезены материалы для ремонта. А в итоге? В итоге получаем скрытые... Там просто нужно было провести ремонт фундамента, утеплить его, потому что в доме культуры холодно. А это не сделано. То есть за этим тоже стоят люди. Почему мы при выделенных средствах, при всём, мы всегда говорим о том, что можем пенять на кого-то, сколько угодно. А ведь за этим стоят рядовые исполнители и руководители в том числе. И мы сталкиваемся, а жители задают вопрос, а почему? И вот таких вот системных, да, конечно, мы будем разрывать разрывать и контракт с этим подрядчиком. Но он должен был ещё в феврале сделать работы. Может быть, тогда нужно было принять решение о том, что это самое, разорвать контракт, дать кому-то другому. Там есть, конечно, свои нюансы, но тем не менее мы получили на выходе отсутствие дома культуры, невыполненные работы. И более того, мы понесли затраты. Дом культуры в ужасном состоянии. И жители правильно поднимают вопросы и правильно они задают и говорят, а почему? И вот всегда хочется в этом вопросе разобраться. Не крайнего найти, он всегда у нас есть, а ответственного. Вот когда у нас будут ответственные, когда у нас система начнёт работать не от крайних, а от ответственных, тогда, наверное, будет и меняться ситуация. Потому что у нас же много вопросов, которые жители нам адресуют и говорят, а вот нам пришли плохие дрова, плохого качества. Мы начинаем разбираться, действительно ли они плохого. Да, оказывается, подрядчик привёз не... То сырьё, которое... Дрова, которые не соответствуют качеству, провели выбраковку. Но это же тоже средство. А простой вопрос, а кому и кто отвечает за поставку дров? Крайние есть всегда, потому что в муниципалитетах есть люди, которые принимают. Но когда я начинаю разбираться, а они вообще подготовлены, чтобы определить качество этих брёвен, не количество, количество можно измерить, да, а вот именно качество, оказывается, есть и к этому вопросы. Их не научили. И когда я задаю эти вопросы руководителям, они говорят, да, Итан Иванович, наверное, здесь есть наш промах. Поэтому вот из таких мелочей, вроде бы, складывается понимание, что проблема... Проблема ведь... Мы можем сколько угодно решать предметно. Один случай, второй случай. Но, на мой взгляд, нужно менять систему. Конечно. Система, которая бы нам позволила не только выполнять определённые действия, но ещё и добиваться результата. Когда есть ответственный, когда есть контроль, когда есть то же самое гражданское общество, которое будет неравнодушно, оно-то есть, но их никто не слышит иногда. Вот Харивер вот эти все проблемы вскрыл. Сейчас я тоже собираюсь в поездку. Надеюсь, у меня всё получится в Нижнюю Пёшеву, потому что там большой куст. Посмотрим, из кем мы полетим туда. Но, опять же, хочется разобраться. А там существуют такие же вопросы? Или они другого склада? Вот из решения, мы нашли на самом деле, я хочу сказать, из решения их будет зависеть очень многое. Я хотел бы сказать, что здесь, на мой взгляд, не только профессиональная команда наших депутатов, но ещё и умение работать с администрацией района, и округа, и муниципалитетов. Это тоже очень важно. По крайней мере, для меня как главы. И хочется сказать о том, что с районной администрацией у нас диалог получается. Мы понимаем болевые точки, и мы стараемся их решить. разные бывают случаи. Поэтому вот иногда можешь всплыть информация, которая была давно. Начинаешь её сейчас проверять, оказывается, она имеет место и подтверждается уже в это время. Поэтому работы много. Я думаю, что потихонечку будем справляться. А всё-таки с Домом культуры как будет проблема решаться? Это будет расторгнутый контракт на сегодняшний день. Другого варианта нет. Это проблема у нас номер один, вот эти недобросовестные подрядчики, правильно? Мы такие деньги тратим, бюджетные, а получается, они добиваемся. Но недобросовестные подрядчики, они там, где мы им это позволяем. Если будет контроль, если есть ответственный за этот участок работы, и он будет понимать, что от его работы будет зависеть, и он в конечном итоге должен будет ответить. Ведь когда приезжала у нас комиссия с округа туда, почему-то все работали. Комиссия уехала, все перестали работать. И работники улетели, и всё остальное. Значит, нужно осуществлять контроль на всех уровнях. Я понимаю, что я, может быть, сейчас могу выглядеть как идеалист в этом плане, который видит, а есть проблемы. Но я считаю, что если, это уж как президент у нас сказал, взялся за гуш, так не говори, что не дюж. И если ты не выполнил какую-то задачу, то значит, наверное, тебе нужно присмотреться и спросить, а на своем ли ты месте? Конечно. А какие вы ставите перед собой первоочередные задачи, Виктор Николаевич? Ну, тут вопрос такой. Первоочередные задачи не все. Потому что что на первом этапе, что на втором. Ведь самое главное — это то, что идёт от жителей, и то, что идёт от администрации. Конечно, первоочередные задачи — это выборы главы администрации Заполярного района. Это первоочередные задачи, как мы дальше будем работать. Первоочередные задачи, как выстроить систему, которая у нас с депутатами... Допустим, вот я вижу, опять же, проблему системы, системную проблему. Это что? Это отсутствие взаимодействия между депутатами различного уровня. Вот вы посмотрите, у нас происходят вещи... То есть вот мы иногда не обладаем информацией. Я приехал, когда были летние поездки, я спрашиваю депутатов, а вот сколько к вам обратилось человек? Поселкового депутата. Он говорит, ну, человека 3-4. Я говорю, хорошо, вы помогли им в решении? Нет, а что я сделаю? Понимаете? То есть, а нужно выстроить так систему, чтобы любой обратившийся, неважно, к кому он обратится, к депутату, к главе, он мог совершенно чётко понимать, что его задача, проблема будет решена. Или не решена, но тогда ему совершенно чётко скажут, почему. Её решить невозможно. А у нас получается, что вот это отсутствие взаимосвязи, отсутствие возможности кому-то... Даже вот этот простой алгоритм, если мне обратились, а дальше я к кому пойду? Либо я обращаюсь и мне дальше глухая стена, ну тогда должен быть уровень, который бы мог позволять решать вот эту проблему. Заполярного района или окружной уровень. Ведь жителю совершенно не важно, чей этот уровень. Ему главное, чтобы его проблема была решена. А кто будет её решать? Нас иногда часто слышат, не мои полномочия. Вот для меня это... Таких вопросов нет. Если ты руководитель на своём уровне, то ты должен выстроить систему так, которая позволяла бы тебе решать любую проблему, неважно где, неважно на каком уровне. Вот это будет совершенная система, которая будет позволять. Её можно там настраивать сколько угодно, но она тогда заработает. И вот задача наша и депутатов Заполярного района как раз эту систему отстроить. Помочь депутатам, муниципальным, главам в решении вопросов жителей, и уже на уровне Заполярного района, на уровне округа. А может быть даже и в федерации, потому что у нас есть замечательные депутаты и Госдумы, Коткин Сергей Николаевич, и члены Совета Федерации, тоже они активные. Поэтому вот в этом вижу. Вам комфортно работать с новым составом депутатов? Состав депутатов очень хороший, и каждый из них активен на своём уровне. Просто они, очень многие из них выбраны в первый раз. И вот эта система, мы с ними сейчас проведём учёбу, мы расскажем, что можно делать, мы спросим у них совета, как нам поступать в той или иной ситуации, как они видят. И я надеюсь, что у нас сессия будет в конце ноября, мы как раз вот эти темы взаимодействия отладим. Моя задача как руководителя создать максимальные условия комфортной работы для депутатов, чтобы они могли решать вопросы жителей. Вот когда мы эту систему запустим, тогда будет хорошо. Удастся её запустить, будет вообще великолепно. Не удастся, ну, значит, не смог отработать. И жители мне об этом скажут. Виктор Николаевич, расскажите о себе. Наверняка наши телезрители захотят узнать вас поближе. Где вы родились и основные этапы своей жизни? Ну, родился я в Архангельской области, в Березнике, Виноградовский район. Семья у нас была простая. Мама бухгалтер, отец водитель. К сожалению, он, наверное, ушёл из жизни. Работал на бензовозе и получил профессиональную болезнь, с которой не смог справиться. Его не стало в 37 лет. Мы были с сестрой. И после смерти отца мы переехали в Луковецкий леспромхоз. Но там я уже закончил школу. И получил первый опыт работы. И был призван в армию. Пошёл служить. Мне, на самом деле, я вот после школы мне комсомольцы доверили быть секретарём первичным, секретарём комитета Луковецкого леспромхоза. Это в то время должность была освобождённая. У меня было на учёте 279 человек. И в советское время за это платили деньги. И мне это помогло в жизни. Первый опыт такой активной работы, общественной. Там есть чем гордиться. Было, но это отдельная история. И когда я призывался в вооружённые силы, я понял, что это моё. Мне понравилась дисциплина, мне понравился порядок, ответственность, вообще возможность влиять, будучи даже рядовым, на защиту обороноспособности нашей Родины. Я служил в Германии, и вот это как раз служба, она мне понравилась, я решил поступить в военно-политическое училище. Его поступил в Донецкое высшее военно-политическое училище, его закончил с красным дипломом. И после этого был распределён в Туркестанский военный округ. Я попал в пустыню, это под Ашхабадом, 40 километров, сложное условие, но тем не менее мы выполняли там поставленные задачи, я служил в радиоэлектронной разведке. Вот. Мне эта служба нравилась, и получилось так, что уже будучи, я закончил, получил второе образование, поступил в военный университет, в 99-м году закончил, у меня второе образование, преподаватель психологии по специальности психология, что тоже мне позволило в дальнейшем использовать свои вот эти умения, навыки, которые, ну, преподавание было очень, на самом деле, в высоком уровне. Меня друзья пригласили на выборы. вот, и так я оказался в Ненецком автономном округе, я стал профессиональным политтехнологом, вот, и первый опыт большой такой компании я получил, будучи уже здесь, в 93-м году, вот, в 94-м, я работал на выборах депутата в Госдуму Карипана Вячеслава Кузьмича, я ему понимал и помогал. И в то время, вот, как раз я округ узнал, когда ездил вместе с ним по всем выборным делам. Мне округ понравился, здесь я нашел свою вторую половину, вот, я благодарю судьбу, что Наринмара, Ненецкий округ мне в этой, в этой сложной жизненной ситуации помогли, да, у меня замечательная жена и сейчас у нас двое детей, поэтому всего у меня четверо детей, вот, как бы, я счастлив. А приехали уже на постоянное, это когда меня пригласили сюда работать в собрании депутатов, я приехал, ну, и так у меня складывалась судьба, что я в округе остался, тем более Архангельская область, меня здесь и, нашел здесь и одноклассников, и это самое друзей детства, с которыми березники встречались, поэтому округ для меня стал родным, а Заполярный район после всех этих наших летних стал еще ближе. Мне очень понравилась ваша фраза, когда вы вступали в должность главы Заполярного района, а чужой беды не бывает, это фраза вашего дедушки, да, который служил, мне в жизни на самом деле повезло, у меня два деда, они вернулись с войны, они оба участники, первый дед это Ильин Егор Васильевич, вот он прошел и финскую, и отечественную войну, и спустя вот уже сколько времени, когда я стал заниматься проектом «Подвиг земляков», я понял эти вещи, которые они мне говорили в детстве, я их порой не слышал, а сейчас отматывая назад, я понимаю, что это были те крупицы, которые были у них из жизни взяты, а второй дедушка, это уже по маминой линии, Верещагин Василий Антонович, он как раз был, он брал Берлин, он был ранен 2 мая, и я нашел сейчас наградные документы, он был представлен к ордену Отечественной войны второй степени, и там в северо-западной части города Берлина наградной лист, все, и я, может быть, это тоже на меня сыграло, потому что мне очень в детстве нравилось играть с орденами, с медалями, вот, и помню такой случай, вот он тоже, кстати, из этой же серии, меня дед спрашивает, а у него была такая жестяная банка, вот, и она была полной орденов медалей, и вот я с ними сижу, там это самое смотрю, а он мне говорит, Витя, а какой вот ты считаешь самый главный вот в этой банке знак? Ну, я начал перебирать, смотрю, самые красивые, там, те, которые ордена, там, все, я выбрал орден Отечественной войны, второй степени, я говорю, дед, вот это, он говорит, ну, давай, и он, а я теперь сейчас тебе свой покажу, и он достает маленький значок, маленький совершенно значок, ну, вот он такой, показывает вот этот, я читаю на этом знаке Отличник Советской Торговли, я деду задаю, а почему этот знак? Он говорит, ты понимаешь, вот эти все ордена, медали, мы в то время Родину защищали, это была наша работа, это, ну, награждали, мы же много чего там делали, вот это, это мой боевой путь, а вот в этом значке моя совесть, и я вот сейчас вот понимаю, да, вот спустя сколько времени, насколько вот для него было важно вот это честность и порядочность во всех отношениях, поэтому, когда он мне говорил, что вот относись к людям так, как ты относишься ко мне, к бабушке, к маме, он также мне говорил одну вещь, которую я вот на сегодняшний день иногда её некоторые могут мне укорить, ещё что-то сказать, я приехал в форме, будучи уже курсантом, вот, он уходил из жизни, вот, это была у нас последняя встреча, я приехал в форме, и вот он мне тогда сказал, говорит, Витя, я тебя попрошу 9 мая одевайся всегда в форму, ну вот я её одеваю 9 мая, и более того, у меня старший сын тоже офицер, ну, я ему сказал, обязательно одевай форму, наказ деда, вот это, поэтому кто-то может говорить там, красуется, ещё чего-то, нет, это другое. Виктор Николаевич, новая должность требует от вас больших энергозатрат, то откуда черпаете силу, энергию? Ну, наверное, это всё-таки моя семья, мои друзья, близкие, которые очень много мне помогают, вот, и даже те жители, которые делают обращения, а потом просто-напросто мне подходят люди, я уже не помню, где чего помог, в каком, и мне подходят и говорят, Виктор Николаевич, спасибо, я говорю, я не помню, за что, вы нам помогли, вот, это, наверное, и питает, то есть возможность делать добрые дела, но и в то же время возможность помогать, не только как частному лицу, но теперь уже обладая определенными полномочиями главы Заполярного района, ну и, наверное, это чашечка бодрящего кофе, не будем использовать как рекламу, я кофеман. Я тоже, кстати, Виктор Николаевич, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, очень у нас откровенный с вами сегодня получился диалог, приходите к нам с новыми своими показателями в работе, будем ждать. Спасибо большое. Успехов вам и вашим коллегам. Спасибо огромное. Напомню, это была программа «Актуальное интервью», сегодня у нас в гостях был глава Заполярного района Виктор Николаевич Ильин. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова